Здравствуйте! На связи Татьяна Чиронова. И в этом видео уроке я познакомлю вас с программой, которая называется Quick 3D Cover, в которой вы сможете делать красивые 3D коробки для своих инфопродуктов, обложки для книг и так далее. Шаблон вы можете выбрать из галереи, прокручивая ползунок. Вот книги пошли. Можете сделать монитор компьютера или мобильный. В этой программе вы сможете делать 3D коробки как с применением заранее подготовленных изображений, так и без них. Например, вот этот вариант коробки сделан из двух изображений. То есть я сделала две картиночки. Фронтальную часть и на боковую. След для крышки коробки я подбирала уже в программке 3D Cover. Но вы сюда при желании тоже можете сделать картинку. Что касается размеров картинок. Сначала идем в программку. И задаем размеры нашего 3D изображения вот в этих окошках. Либо пишем размеры сами, либо вот этими кнопочками меняем. Обязательно при создании изображений соблюдайте пропорции. И не делайте картинки по размеру меньше, чем заданы у вас в программе 3D Cover. Иначе картинки будут расплываться и у вашей коробочки не будет никакого вида. А вот эту коробочку я уже делала по-другому. То есть я сделала изображение шире на 10 пикселей, чем требуется для фронтальной части. И получила вот такие вот детальки. Фронтальная часть и боковая. Сделала я это методом кадрирования в фотошопе. Вы же сделаете это в любой другой программе, которой умеете пользоваться. А я вам сейчас покажу, как все это собрать в программке 3D Cover. И теперь мы с вами выберем коробочку, которая нам нравится. Я выбираю всегда вот эту коробку. Мне она почему-то нравится больше всех. Поворачиваем по корресонтали. И начинаем загружать картинки. Вот здесь вы можете загрузить картинку для фона, который окружает коробку. Для того, чтобы загрузить картинку, вам нужно нажать на верхнюю кнопочку и выбрать изображение для фона. Можно изменить цвет фона. Для этого жмем на нижнее окошко, вызываем палитру и выбираем любой цвет. Но я обычно делаю его прозрачным. Для этого надо поставить галочку прозрачный фон. Пока не будем этого делать, потому что так коробочка лучше смотрится. И загружаем наши картинки. Вот видите, розовым отмечен фронт. То есть это вот эта часть коробки. Нажимаем, открываем папочку, в которой я сохраняла эту картинку. Убираем ее, жмем открыть. Вот картиночка появилась. Дальше загрузим боковую часть. Сторона, вот видите, отмечена зелененьким. И здесь она зелененькая, значит, жмем. И ищем нашу полоску на боковую часть. Уделяем, открываем. И вот она, наша полосочка. Дальше мы должны с вами изменить цвет вот этой верхней части, так как мы заготовочку не сделали, хотя ее тоже можно было бы сделать. Вертикальную полосочку такую, для верха коробочки. Но ничего страшного. Мы сейчас просто подберем цвет. Для этого нажимаем на этот значочек. К сожалению, пипетки здесь нет. Можно посмотреть в фотошопе и сразу же вот здесь написать цвет коробочки. Но я этого не сделала. Сейчас быстренько я подберу цвет. В палитре множество различных настроек. Есть яркость, насыщенность, зеленый, красный и синие оттенки. А также цвет можно сохранить. Нажимаем сохранить. И цвет сохраняется у нас. В следующий раз мы сможем им воспользоваться. Потом нажимаем ОК. Вот, по-моему, цвет похож. Не буду сейчас углубляться в подбирании цвета. Изображение коробки в программе достаточно мелкое. И если вы хотите посмотреть его покрупнее, вам нужно будет нажать сохранить картинку. И здесь уже можно посмотреть ту же крышечку или какие-то остальные детали. Для этого вы можете увеличить для просмотра процент или наоборот уменьшить. Убрать прозрачность фона. Изменить формат для сохранения уже готовой картинки. А также выбрать, какой экземпляр вы будете сохранять. Вот это оригинал не сжатый. Вот это результат в формате PNG на данном этапе. Вот выбираем шпек. Вес картинки уменьшается. Но в формате шпек прозрачность фона уже не поддерживается. Имейте это в виду. Поэтому, если вы хотите картинку получить на прозрачном фоне, вам нужно выбирать формат только PNG. Тогда мы можем поставить чекбоксик прозрачность к галочку. И фон у нас становится прозрачным. Жмем отмена и продолжаем работать с нашей коробкой. Вот, например, мы можем перевернуть ее по горизонтали. Тогда у нас ручки, к сожалению, от девушки будут с этой стороны. В данный момент для этой коробочки это не подходит. Дальше мы можем убрать затенение. Здесь по умолчанию стоит 50% затенения. Вот видите, мы убираем, она становится светлее. Значит, коробочка. Дальше тут еще идут блики по умолчанию тоже 50%. Вот мы можем их убрать, эти блики. Вот коробочка у нас чуть-чуть становится. А еще мы можем менять цвет затенения и цвет бликов. Для этого нажимаем на квадратик рядом с пугунком. Выбираем любой цвет. Жмем ОК. И видим, что блики и затенения изменило цвет. Это то, что касалось самого объекта. Ниже мы можем работать с отражениями коробки. То есть, с зеркальным отображением и с тенью. Мы можем показывать вот это отражение, можем не показывать. Для этого нажимаем вот эту галочку. Затухание отражения тоже можем убрать. Тогда будет четкий след. Тут тоже мы можем задавать непрозрачность. Например, сделаем побольше непрозрачность. И зеркальное отражение коробочки будет более четкое. Дальше длина отображения идет. Вот она. Можем ее совсем уменьшить. И яркость. Можем увеличивать яркость. И идет размытие отражения. Можем увеличить размытие. Последний раздел. Плотность тени. Также можем увеличивать, уменьшать. Можем задать цвет этой тени. Сделайте, например. Давайте для наглядности я сделаю синенькой. Вот тень у нас синяя. Если нам все это не понравилось, мы можем нажать умолчание. И все у нас изменится, кроме, к сожалению, тени. Но это дело поправимое. Сдаем синенькую тень. Окей. Теперь мы можем поменять дизайн коробочки. Можно сделать коробочку с диском. Но тогда надо тоже будет загрузить изображение для диска. Я вам сейчас за наглядностью загружу то же самое изображение. Вот она такая будет с диском. Можно сделать книгу или компьютер. А можно еще сделать вот что. Можно сохранить целый пакет. То есть все-все варианты, которые есть в программе, у вас тогда сохранятся. Для этого надо нажать пакет. Выбрать папку. Выбрать тип файлов. Я обычно в PNG выбираю. Если мы нажмем кнопочку рядом, то сможем выбрать параметры изображений. И теперь выбираем здесь все виды шаблонов мы будем сохранять или не все. Например, нам нужны только коробки. Можем убрать галочки, если, например, нам нужны только коробки. И нужно нажать старт. Сейчас я еще папку не выбрала. Выбрала папочку. Жму старт. И вот у меня пошло сохранение. Я прерву пакет, потому что все равно мне потом их удалять. Прервала пакет. Открываю папочку. И вижу много-много коробочек с этими изображениями. Но нам редко бывает нужно такое огромное количество объектов, как в пакетном сохранении нашего объекта. Поэтому мы нажимаем сохранить картинку как. И все параметры в этом разделе я вам уже показывала. Поэтому нажимаю на крестик. И показываю, как сохранить проект. Для этого надо нажать сохранить как. Назвать каким-то образом проект. Сохраняется он в формате Q3K. То есть вам будет понятно, что это проект именно этой программы. Так как он будет вот с таким значком. Сохраняем. И в следующий раз уже открываем с этими же самыми картинками. Или внесенные. И последнее, что я вам покажу. Как создать коробочку, если у вас нет заранее заготовленных изображений. Для этого нажимаем на этот раздел с палитрой. И открываются у нас тоже макетики, которые мы можем выбрать. Давайте возьмем, например, вот этот макет. И теперь смотрим. Вот здесь мы можем менять текст. Title. Текст меняется там, где написано title. Автор. Текст меняется там, где написано автор. И веб. Текст меняется там, где написано www.mysite.com. Давайте поменяем title. Напишем какое-то название. Далее выбираем шрифт. Выбираем стиль шрифта. Размер шрифта. Цвет шрифта. Жмем ОК. ОК. Остальные надписи я менять не буду. Вы потом разберетесь с ними сами. И далее мы можем менять цвет. Здесь есть четыре раздела. И по тому, какой цвет в этих окошечках, вы можете видеть, какую часть дизайна вы меняете. Вот, например, это фон. Нажимаем. Выбираем цвет. Жмем ОК. Видим, как цвет у нас изменился. Фон мы изменили. Теперь меняем следующую полоску. И так по очереди меняем все полосочки. Далее мы можем, опять же таки, здесь поменять дизайн, если нам не нравится. А если нас все устраивает, нажимаем Apple Tool. Убираем уже это меню. Видим нашу готовую коробочку. Далее мы с ней можем производить все те же манипуляции, которые я показывала вам с предыдущим макетом. Итак, я показала вам, как создать 3D-коробочку в программе Quick 3D Cover. Если вам понравился этот видеоурок, то кликните по кнопочке «Нравится» под видео. Поделитесь с друзьями из соцсетей. Если вы хотите регулярно получать подобные видеоуроки, то подпишитесь на мой канал. Сделать это можно кликнув по окошечку в середине экрана. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видеоуроках.